Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, друзья, на библейском портале Экзегет, где мы продолжаем чтение книги «При мудрости Иисуса Сына Сирахова», 49 глава. В предшествующих главах проповедник и наставник призывал нас учиться благочестию у предков народа израильского, и именно ими оправдывалась жизнь народа, именно ими поддерживалось все то доброе, что и заставляло Бога именовать народ израильский своим народом, домом своим. Память Иосии как состав фемиама, приготовленный искусством мироварника. Фемиам известен нам как ладан, а мира — это особый благоуханный елей. Но, видимо, искусству мироварников принадлежало и созданию фемиама, поскольку ароматические вещества благоуханные добавлялись к смоле, и таким образом изготавливался тот благоуханный фемиам, который уподобляется и молитвам святых, и присутствию Духа Святого в таинствах или в совершаемых богослужениях. Итак, Иосия — благочестивый царь, который исправлял то, что правители нечестивые, прежде него в Израиле допустили Бога противного. Во всяких устах она будет сладка, память его как мед и как музыка при угощении вином. Когда приходит время утешения и надлежит сердцу смягченному и облегченному от житейских забот вкусить и вина веселящего сердца человека, тут бывает очень уместно и гармония, благозвучие музыкальных инструментов. Одно к другому очень даже прилаживается и составляет гармоничное времяпровождение. Так неизбежна слава, которая остается вслед за жизнью праведника. Он успешно действовал в обращении народа и истребил мерзости беззакония. Он направил к Господу сердце свое и во дни беззаконных утвердил благочестие. Эта закономерность для нас с вами актуальна. Сначала утверждается собственное сердце, а потом устрояются пути, угодные Богу. И во внешней жизни человека, и даже в жизни целых народов. Так и формируется этот сон святых народных из тех, кто прежде всего внутри собственного сердца устрояет этот кристалл, эту малую жемчужину, которая возрастает в нем, эта преданность Господу, и потом уже через это сердце устрояет Господь и великие облегчения народам, и утешение, и изменение от нечестия к благочестию. Кроме Давида, языки, о котором говорилось в предшествующей главе, и Иосии, все тяжко согрешили. Вот таков-то Богом избранный народ. Оказывается, кроме единиц, Богом воздвигнутых и пожелавших идти навстречу воле Божьей, большинство правителей только терпел Господь или попускал их злобе действовать до поры до времени с тем, чтобы явить впоследствии во всем величии и свою силу на разорении злых дел. Ибо оставили закон Всевышнего, цари иудейские пристали, ибо передали рог свой другим и славу свою чужому народу. Действительно, после правления этого праведного вождя попущено было народу быть уведенным в плен вавилонский. «Избранный город, святыня сожжен, и улицы его опостушены, как предсказал Иеремия». Пророк Иеремия известен как плачущий о народе своем, родивший в священнической семье и имея предназначение также стать священником, жениться, родить детей и служить Богу. Он еще от младенчества, и, как он говорит, еще прежде рождения, как открыл ему Бог, был предизбран к тому, чтобы возвещать Израилю волю Божью, от чего поначалу Иеремия уклонялся, ибо сознавал себя юным. Не более 15 лет было ему тогда, когда почувствовал, он узнал, он, несомненно, призыв Божий и вынужден был принять его, хотя и ужасался перспективой этого служения. Сознавал себя человеком, не имеющим слова по причине юности, но Господь повелел ему оставаться без жены, без детей, что для ветхозаветного человека само по себе было неким таинственным и страшным состоянием, при котором он оказывается вне той перспективы родовой последовательности, в которой всякое колено Израиля вычаяло возможности поклониться грядущему Мессии, но надлежало особо послужить Иеремии Господу. К тому же печаль и скорбь, и слезы предвозвещал он народу своему, за что и был и гоним, и претерпел много страданий и от своего народа, которого они оскорбляли, речь об Иеремии, хотя он еще во чреве освящен был в пророка, чтобы искоренять, поражать и погублять, равно как строить и насаждать. Таково свойство всякого деланья, не только взять да построить, так думают неопытные, так юный и неискушенный ум выстраивает фантазии, как он будет строить свои дела и как пожинать плоды их, не зная того, что прежде насаждение чего-либо доброго надлежит увидеть, от чего освободить надлежит землю свою, всякое пространство, на котором ты собираешься строить. И этот закон касается не только внешней, но и внутренней жизни. Ты хочешь взяться за молитву Иисусову, но еще не потрудился над искоренением страстей в сердце своем, и как бы это доброе дело не послужило бы тебе еще к худшему повреждению, чем то, в котором ты находишься, не зная этого или не взявшись толком за плуг благочестия, за плуг покаяния, чтобы исторгнуть те многие камни и корневища страстей, которыми наполнена душа. Иезекииль видел явление славы, которую Бог показал ему в Херувимской колеснице. Иного великого пророка воспоминает наш богомудрый наставник и для христианина образы этой колесницы, таинственных колес, исполненных очей и таинственно передвигающихся в связи с волей Божией то вверх, то вниз, то туда, куда следовалось, надлежало по божественному повелению. И в этом изумлении пророческом, в этом видении таинственном было предуготование человечества к явлению великой славы Божьей, которая последовала в связи с Боговоплощением и с тем домостроительством человеческого спасения, которое явилось в Новом Завете. Он напоминал о врагах под образом дождя и возвещал добрые тем, которые исправляли пути свои. «И двенадцать пророков, да процветут кости их от места своего, утешали Иакова и спасали их верную надеждой». Те воздвигнутые Богом исповедники воли Его прославляются не только в душах своих, но и в костях своих. И это ли не указание на грядущее почитание святых мощей в православной церкви самые кости процветут благодатью. И то, что прежде казалось в народе израильском как мерзость, прикосновение к которой оскверняло человека, станет непременно источником благодати, как и ныне церковь, поклоняясь мощам святых угодников Божьих, приобретает великие от них дарования. «Как возвеличим Зарававеля, и он, как перстень на правой руке, так же Иисус, сын Иоседека, они во дни свои построили дом и восстановили святый храм Господу, предназначенный к вечной славе». Это те светлые личности, которыми Господь после Вавилонского плена благоволил вновь воздвигнуть храм свой в Иерусалиме. «Велика память и Неймии, который воздвиг нам павшие стены, поставил ворота и запоры и возобновил разрушенные домы наши». «Велика честь храмоздателей и ныне не пустое дело трудиться священникам над возрождением поруганных святынь нашего Отечества и ныне те благодетели, которые кто кирпичиком, а кто и всеми постройками и куполами, возведением их содействуют делу храмостроительства воистину велик не только в человеческих глазах, но и перед очами Божьими. «Не было на земле никого из сотворенных подобного Еноху, ибо он был восхищен от земли». И уже и в Новом Завете неоднократно воспоминается это восхождение, которому призваны все мы. Это образ воздаяния Божьего, который является на преданных Богу своих служителях. Земля и ее тяготения будут преодолены, ибо нет более ужасной реальности для всякого человека, чем неизбежность возвращения в землю. Поэтому единичные праведники, которые подобно Еноху и Илье возносятся на небо, не будучи погребенными телом в землю, есть, несомненно, указания грядущего Христового воскресения и пути от земли на небо, которые устрояет Господь для всякого человека, грядущего в мир. И не родился такой муж, как Иосиф, глава братьев опора народа, и кости его были почтенные, прославились между людьми Сим и Сиф, но выше всего живущего в творении Адам. Вот это для нас при перечислении праведников особенно интересное указание. Не Адам ли мы виним тогда, как скорби и печали обрушиваются на нас, не пал бы наш предок, не пал бы первый человек, не наслаждались были и мы Эдемом сладости, без всяких скорбей и страхов, болезней, смерти, без разрушений, без войн. Почему же Адам именуется выше всего живущего в творении, поскольку он является первозданным, и в его природе есть вся наша человеческая природа, наше единство с ним совершенное и точное, каков он был, вовсе не в каком-то лживо излагаемом, лживо излагаемой теории о эволюционном преобразовании человека из приматов и каких-то лохматых существ по причине их внешнего подобия человеческому роду, но от самих творческих рук Господних сотворенных человек Адам получил еще вдохновение Духа Святого Божьего, благодать, сообщенную ему, в которой был воздвигнут правити над всеми существами тварными, делайте рай и храните, наречь имя всему произведенному Богом в тварном мире и наконец с самим Богом беседовать и восходить от степени в степень Богопознания и хоть совершилось грехопадение, хоть и произошли перемены в человеческой природе, именуемые болезнью греха, но то, к чему был призван Адам первозданный, к тому и оказался и остался он Богом увлекаемый в лице своего потомства к вечному и совершенному Богообщению, только для этого понадобилось уже и изгнание из Эдема сладости, понадобился путь крестный и тернистый, понадобилось в поте лица своего есть хлеб свой, понадобился страх смертный, в котором Адам и дети Адамовы уже приобретали для себя страх Божий и наконец увидев и узнав в лице Господа Иисуса Христа совершенного и подлинного спасителя своего, они в раскаянии своем, они в благоговении своем, они в исповедании своем оказываются принадлежащими к этому вечному царствию, в который и призвал Господь человека от своего сотворения. Поэтому Адам, покаявшийся и взывавший «Раю мой раю», сидя напротив Него, есть плащ всего человечества, есть движение к Богу, потому и Он, как родоначальник покаяния, является и для нас святоводной, путеводной звездой. «Раю мой раю» «Раю мой